Мы живем в удивительное время. За последние несколько лет технологии совершили огромный скачок вперед. Казалось бы, еще совсем недавно мобильные телефоны только-только начали оснащаться цветными экранами и камерами. А сегодня их мощности уже достаточно, чтобы управлять космическими кораблями. В этой подборке мы решили вспомнить самые популярные модели мобильных телефонов за последние 20 лет. Какой-то из них точно был у вас. 1996 год. Моторола Стартек. Это был первый в истории мобильный телефон-раскладушка, который на долгие годы вперед задал тон развития гаджетов с подобным форм-фактором. А еще Моторола Стартек оказался одним из первых по-настоящему массовых мобильных телефонов. Этому способствовали достаточно современные для тех годов функции устройства и относительно невысокая цена – 1000 долларов. В общей сложности было продано 60 миллионов экземпляров. По сегодняшним меркам цифра смешная, но 20 лет назад это был прорыв. 1997 год. Nokia 6110. Выпущенный под занавес года, Nokia 6110 стал пионером и первопроходцем сразу в нескольких областях. Это был первый мобильный телефон с новым пользовательским интерфейсом, основанным на меню с иконками. До него использовали только текстовое представление информации на дисплеях. Кроме этого, это был первый телефон от Nokia с предустановленной игрой «Змейка». Ну и один из первых, в которых был установлен инфракрасный порт для передачи данных. 1998 год. Nokia 5110. Это был первый по-настоящему массовый мобильный телефон. Во-первых, благодаря своей доступности. Во-вторых, из-за больших возможностей кастомизации. По тем временам, такие опции, как большой выбор ярких сменных панелей и качественный монохромный дисплей, играли важную роль в выборе покупателей. Впрочем, по сегодняшним меркам дисплей, конечно, не впечатляющий. LCD монохром, разрешение 84 на 48 пикселя, вмещал до 90 строк текста. Но телефон стал настоящим хитом. Было продано более 160 миллионов экземпляров по всему миру. 1999 год. Nokia 3210. Nokia 3210, выпущенный в 1999 году, стал не менее успешным. Те же 160 миллионов проданных экземпляров. Это был один из первых мобильных телефонов в истории со встроенной антенной. Во многом, благодаря этому факту, он стал самым популярным. К тому времени уже никому не нравились большие, торчащие из корпуса антенны. 2000 год. Nokia 3310. Тот самый знаменитый кирпич. Вопреки расхожденному заблуждению, Nokia 3310 не был самой популярной моделью сотового телефона. В отличие от двух предыдущих, продажи которых перевалили за 160 миллионов каждого, Nokia 3310 продали всего 126 миллионов. Но это все равно очень много. Свою широкую известность Nokia 3310 получил за крайнюю высокую прочность и живучесть, сопоставимую по нынешним меркам с некоторыми защищенными смартфонами. 2001 год. Ericsson T39. Выпущенный в 2001 году, этот телефон не стал суперпопулярным, не показал рекордопродаж или огромной любви пользователей. Но знаковым его делает тот факт, что это был один из первых массовых мобильных телефонов, в которых появилась функция Bluetooth. 2002 год. Nokia 7650. В 2002 году технологии совершили огромный скачок сразу в нескольких направлениях. В мобильных телефонах впервые стали массово применяться полноценные цветные дисплеи, а также встроенные камеры. Весьма популярной стала модель Nokia 7650, которая сочетала в себе оба эти новшества. Дисплей разрешением 176 на 208 пикселей мог отображать 4096 различных цветов. Сейчас это кажется смешным, но тогда это было очень круто. Ну и, конечно, камера 0,3 мегапикселя, снимающая фотографии размером 640 на 480 пикселей. 2003 год. Nokia 1100. В то время, когда производители уже вовсю ставили в мобильные телефоны цветные дисплеи и камеры, Nokia выпустила упрощенную модель 1100 для занятия быстрорастущих рынков, в частности Китая. Но благодаря своей простоте и надежности, этот телефон стал лидером продаж для Nokia. Только за первые 5 лет было продано более 200 миллионов экземпляров, то есть в среднем по всему миру продавалось около миллиона этих телефонов в неделю. 2004 год. Motorola Razr V3. Наряду с Nokia 3310 Motorola Razr V3 стал культовым телефоном начала нулевых. На момент выхода это был флагман компании. Его особенностями стали сверхтонкий профиль и обилие металла в дизайне, в том числе и изготовленная из металлической пластины клавиатура. Экран разрешением 176 на 220 и возможность воспроизведения MP3-файлов были большим шагом вперед. Только за первый год продаж Motorola Razr V3 разошелся по миру в количестве 130 миллионов экземпляров. 2005 год. Sony Ericsson K750i. Телефон, ставший настоящим бестселлером для своего рынка, существенно укрепил позиции компании Sony Ericsson как производителя мобильных телефонов. По мнению многих журналистов и изданий, K750i был одним из лучших продуктов своего времени и, возможно, самым удачным произведением Sony Ericsson за все время. Sony Ericsson K750i стал первым массовым аппаратом, встроенная камера которого имела матрицу 2 Мп. 2006 год. Nokia N73. Весьма популярная модель Nokia, которая кое-где используется и до сих пор. Это был один из первых телефонов финской компании с камерой 3,2 Мп. Он поставлялся с большим количеством предустановленных приложений, музыкальный плеер, FM-радио, полноценный веб-браузер на WebKit, QuickOffice, просмотрщик PDF-файлов и многое другое. Одной из инноваций этой модели стало наличие сразу двух динамиков для обеспечения стереозвучания. 2007 год. iPhone. В 2007 году с выходом первого iPhone в мире наступила эра смартфонов. К компании Apple вообще и к iPhone в частности можно относиться по-разному, но нельзя не признать, что выход первого iPhone стал настоящей революцией в сфере мобильных телефонов, такой же, как в свое время были появления цветного дисплея и встроенных камер. В первую очередь iPhone ознаменовал собой эпоху отказа от физических кнопок в пользу сенсорных экранов. 2008 год. HTC Dream. HTC Dream не самый популярный и известный телефон, но отдельного упоминания в этом списке заслуживает ходила потому, что является первым телефоном, работающим под управлением Android. Перед самым выходом телефона в октябре 2008 года компания T-Mobile сообщила, что число предзаказов на устройство втрое превысило ее прогнозы. За первые полгода только в США было продано более 1 миллиона устройств. 2009 год. iPhone 3GS. Приемник предыдущей модели iPhone 3G, но с индексом S от английского Speed. По заявлениям Apple, новый телефон стал вдвое быстрее своего предшественника. Коммерческий успех аппарата был отличным. Только за первую неделю продаж, учитывая, что вышел он изначально лишь в 9 странах, было продано более 1 миллиона экземпляров. 2010 год. Nokia 5230. Бюджетная модель предыдущего флагмана Nokia 5800. Техническая начинка была вполне неплохая для своего времени, хотя устаревший форм-фактор уже выглядел крайне архаично на фоне повсеместного наступления iPhone и сенсорных HTC. Несмотря на это, телефону удалось разойтись по миру в количестве 150 миллионов экземпляров. 2011 год. Apple iPhone 4S. Это был первый телефон компании Apple, который начал использовать голосовой помощник Siri. С того времени большинство функций телефона стало возможно управлять с помощью голоса. Несмотря на обилие проблем с зарядом батареи, камерой и других, телефон достаточно неплохо разошелся по миру. Было продано 83 миллиона штук. 2012 год. Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy S2 и S3 в 2012 году были хитами. Они пришлись по душе публики благодаря своим неплохим характеристикам, большому экрану и четырехъядерным процессорам. Только третьей версии телефонов было продано в более 40 миллионов экземпляров. 2013 год. Nokia Lumia 1020. Смартфон с беспрецедентной по своей разрешающей способностью камерой 41 Мп. При стандартном для фотографии разрешении сторон 4х3 максимальный размер изображения получается 7136х5360 пикселей. 2014 год. iPhone 6 и 6 Plus. Новинками от компании Apple в 2014 году решили обзавестись более 74,5 миллионов человек по всему миру. Впервые в айфонах были установлены NFC-чипы. 2015 год. Samsung Galaxy S6 Edge. Флагман корейской компании, ставший первым в мире смартфоном с изогнутым с обеих сторон экраном. Сам дисплей имеет диагональ 5,7 дюйма, разрешение 1440х2560 и плотностью пикселей 518 ppi. О продажах говорить пока рано, так как начались они совсем недавно. Но в компании Samsung отметили, что количество предзаказов на Galaxy S6 Edge превысило количество предзаказов на Galaxy S6. Ну вот у нас все. А какой ваш был первый телефон? Свои комментарии можете оставлять под этим видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»